К другим темам в Сургуте выбрали куратора спортивной сферы. Место начальника профильного отдела в администрации, напомним, оставалось вакантным после большой шумихи на почве спортивной реформы и лично вокруг предыдущего руководителя Шамиля Улманова. Коллективы спортшколы и родительское сообщество даже обращались с письмом губернатору Югры, высказывая свое недовольство политикой сургутского чиновника. Вскоре после этого он оставил должность, а городские власти объявили конкурс на ее замещение. С подробностями Светлана Славкина. Как на экзамене, волнительные минуты в ожидании вердикта конкурсной комиссии кандидаты на должность начальника управления физкультуры и спорта провели за дверью зала заседаний. До этого они представили 10-минутные доклады со своей оценкой текущей ситуации в спортивной сфере сургута и видением перспектив. Некоторые предложения местным спортсменам и тренерам показались не более чем просто красивыми словами. Возможности увязать их с реальностью они не видят. Мы на сегодняшний день не можем закончить быстровозведимые залы, которые обещали 10 штук построить, а их построили всего 4 или 5. Понимаете? А здесь предлагается, что и интернаты открыть, и открыть спорт высших достижений, и знаете, еще какие-то училища. Люди понимают, что вот сургут, он самый богатый город, самый большой город, а само внутри, как здесь все идет, они не владеют полностью. Должность начальника профильного управления оказалась весьма привлекательной. Изначально на нее претендовало 16 человек. Заявились даже кандидаты из других регионов, например, Ижевска и Салихарда. Конкурсная комиссия работала открыто. По сути, городские власти позволили спортивному сообществу самому выбирать себе куратора. И этот выбор сделан в пользу сургутянина Михаила Ющенко. Он уже был у руля сургутского спорта и хорошо знаком с этой сферой. Увидя, что отрасль спорта находится в нервозном состоянии, ее все колотит, у меня созрел план вернуться в управление спорта и попробовать навести именно порядок в моральный и климатический уровень, создать хороший климатический уровень в отрасли спорта, какой он был и в прошлые годы. Михаил Ющенко как раз и уступил два года назад пост начальника управления Шамилю Лукманову. Собственно, с этого момента и начались смутные времена. Позже в подведомственных чиновнику Лукманова учреждениях обнаружат системные нарушения, в том числе и факты неправомерного увольнения сотрудников. За это он получил выговор, а позже написал заявление по собственному желанию. Должность оставалась свободной два месяца. Результатом конкурса сургутские спортсмены остались довольны. Просто-напросто этот человек всю жизнь живет в нашем городе. Сам прошел, начиная от первозрядника до мастера спорта России под ЗУДО. Знает нас всех, работал с нами много лет. Мы его знали как зампредседателя спорткомитета, мы его знали как председателя спорткомитета. Это достаточно контактный человек. Теперь вместе с новым куратором спортивному сообществу Сургута предстоит пережить реформу в этой сфере. Из-за происходящего городские власти ее временно приостановили. Однако необходимость в ней видит в том числе и вновь избранный начальник управления.